В центре внимания 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 медицинской помощи приехали отовсюду. И Первомайск мы могли видеть, и Кировск, и докторов со всех городов абсолютно. Очень большой бомонд собрался именно у нас в университете. Поэтому прежде всего эта работа, когда уже запланирована, все Министерство здравоохранения издает приказ о том, чтобы командировать слушателей на данную конференцию. Мало того, в этот день и на следующий день проводился параллельно мастер-класс по эндоскопической, лапароскопической хирургии, урологии, гинекологии. Это очень большая конференция, большой мастер-класс, который проходит в одних из ведущих медицинских учреждениях Москвы в этот день. Раз в год он проводится и достаточно интенсивно приезжает со всех уголков Российской Федерации международные. Приезжают спикеры для того, чтобы продемонстрировать свое мастерство, показать те методики новейшие, которые есть. И поставлена была задача нашим специалистам при поддержке Министерства здравоохранения Вартан. Вартан и ребята из его команды занимались активно подготовкой. И у специалистов была возможность не только поучаствовать в конференции, проводимой в рамках непрерывного медицинского образования, но и поучаствовать в мастер-классе, посмотреть, какие новые методики. Мало того, по распоряжению министра мы подготовили видеоролики и отправим во все лечебные учреждения для того, чтобы могли ознакомиться ведущие специалисты и молодые специалисты с теми методиками, которые существуют новейшие лапароскопических операций. И для нас очень важно, что этот мастер-класс для нас абсолютно бесплатно предоставила Российская Федерация, именно профессор Ищенко Романович. Это один из известных российских хирургов, заместитель главного врача по хирургической работе крупнейшего учреждения в Москве, которое занимается именно эндоскопическими операциями. И для нас это очень отрадно и очень приятно, потому что это сотрудничество только начинается. И первый блин у нас был неотнюдькомом. Даже несмотря на свою загруженность, первый заместитель министра здравоохранения Олег Ольбович Валиев приехал и тоже поучаствовал вместе с нашими докторами в этом мастер-классе. И это для нас тоже рейтингово. Я имею в виду протокол оказания медицинской помощи в рамках вот этого комплекса дэмэдж-контроль. Как это происходит? Протокол оказания очень прост. Необходимо остановить кровотечение, ушить полы органы, наложить лапаростому, стабилизировать костные отломки и такого пациента отправить в отделение реанимации интенсивной терапии. Для того, чтобы потом на следующем этапе иметь возможность осуществить контроль, ушить брюшную полость и на третьем этапе уже выполнить какие-то более серьезные реконструктивные операции на органах брюшной полости или опорно-двигательном аппарате. То есть, по сути, первый этап он производится на месте, далее идет если то, о чем говорил Вартан, то есть если это происходит где-то на периферии, где-то далеко далее санавиацией уже в отделении интенсивной терапии и далее уже врачи занимаются там. Все зависит от того, транспортабельный ли пациент, потому что если пациент нетранспортабельный второй этап и третий всегда могут выполнить дежурные после санавиации или же ведущие внештатные специалисты. Да, это очень интересно. Вартан, что ты для себя почерпнул из этой конференции? Было представлено большое количество докладов, то есть мы смогли разобраться, как сработает анестезиолога, как сработает травматолога или хирурга в условиях демидж-контроля. Также были представлены доклады по клинической лабораторной диагностике, которые позволяют увидеть на ранних этапах всю картину происходящего, то есть к чему больше, на что больше обратить внимание, как рассмотреть данного пациента, такие диагностические методики должны быть использованы. Также нужно сказать, что специалисты развернули такую дискуссию. Мы знаем, что политравма достаточно серьезная типа повреждения, сочетанная травма, задета не одна система органов, несколько видов органов, и особенность состоит в том, что стоит выбор. Приоритетов, да? Что именно? Использовать малоинвазивные какие-то методики тоже для лечения, или использовать уже широкоинвазивные методики, что можно все увидеть, все рассмотреть. То есть для хирурга лучше, конечно, использовать методики, позволяющие осуществить полный контроль всех систем органов на абсолютно каждом этапе ведения пациента. И вот такая развернулась дискуссия. Большая часть специалистов относились к малоинвазивным методикам, то есть использованию опять же лапароскопии. А многие говорили о том, что нужно все-таки больше выполнять полный контроль. Ну, это как в анекдоте, да? Ох, хирурги были бы резы, да? То есть дело в том, что на самом деле широкоинвазивные нельзя производить в полевых условиях, скажем так. Ну, всякое. Здесь все зависит прежде всего от показаний к той или иной методике, потому что не надо увлекаться и повреждения менее инвазивными методами, потому что они не всегда доступны. Это высокотехнологичные методы, и не в каждой клинике это нужно осуществить, и не каждому пациенту это можно делать, потому что и карбокси, и перитониум не всегда благоприятно влияют на таких пациентов. Но я хочу отметить, и возвращаясь к обучению в рамках непрерывного медицинского образования, то, что вот мы сейчас слушаем Вартана, да, и это рассуждает и также ребята, которые с ним готовят конференцию, да, вот они рассуждают уже как врачи, несмотря на то, что студент, заметьте, второго курса, то есть уже есть клиническое мышление, уже есть понимание, взаимодействие бригады, несмотря на то, что они свают сейчас достаточно серьезные и тяжелые, да, теоретические науки, это достаточно тяжело, обучение проходит в УЗИ, это известно, это очень серьезные предметы, несмотря на это, вот такие конференции им позволяют уже погрузиться в клиническую медицину, а это очень важно для последующего формирования хирургов, для последующего формирования анестезиологов, анестезиологов и травматологов, это очень эффективная методика, потому что идет самообразование, идет самообразование, не просто открыл, читаешь, да, естественно, перед конференцией они читают, но они слышат то, о чем говорят лидеры этих направлений, поэтому это очень необходимо, и, естественно, пообщаться с нашими коллегами, потому что это одно из важных задач интеграционной программы. Собственно говоря, о споре, насколько должно быть сильное вмешательство в организм человека при той или иной политравме, на первое место выходит вопрос диагностики травмы, собственно говоря. Как с этим обстоят дела? Были ли какие-нибудь новые методы диагностики представлены, которые бы позволяли определить степень вмешательства, скажем, врача в организм пострадавшего? Прежде всего, как говорили патриархи медицины, кто хорошо диагностирует, тот хорошо и лечит. Естественно, каких-то методик, которых бы не было у нас в республике, естественно, не было представлено. Вы правильно сказали, мы сейчас оснащены и ведущие учреждения, и на периферии есть соответствующая аппаратура, это чаще всего это УЗИ-аппараты, то, что можно посмотреть. Конечно, не во всех больницах они представлены в приемных покоях, но это вопрос технический сразу, и всех невозможно. Идет обеспечение поэтапное и естественно есть в Министерстве здравоохранения определенный график плановый обеспечения и шаг за шагом мы слышим республиканская больница, третья городская больница, первая городская больница, вторая, четвертая, то есть слышно, где, что, как, туда лапароскопическую стойку поставили, туда УЗИ-аппарат, это не просто стихийно, это абсолютно контролируемый процесс, потому что министры по степени частоты травм абсолютно правильно и по степени последовательности, потому что нельзя сразу все и в одну больницу, потом сразу и в другую больницу, есть определенная этапность, и еще аппаратура обязательно на специалиста, потому что должен быть прежде чем не просто огульно поставить аппарат, который не будет работать. Кто-то с ним должен работать. Министерство здравоохранения следит прежде всего за тем, чтобы аппаратура была непосредственно поставлена там, где есть уже специалисты, и этому есть примеры. Сразу аппаратуру поставили, буквально в течение того, что ее запустили в работу, сразу же начинает работать, и мы знаем, мы выступали, рассказывали вначале в тестовом режиме, и затем уже достаточно активно применяется. Поэтому ничего не заставится в закромах, это самое-самое главное для нас и для пациентов. Вартан, что касается вас, второй курс пока, вы уже определились, с кем будете в будущем? Ну, скорее всего, хирургия. 9 лет учиться? Не пугает? Нет, не пугает. Какая хирургия еще не определились? Скорее всего, хирург общего профиля. Пока еще, пока так. Пока да. Организация этой конференции высоко оценена руководителем вуза. Что планируете в будущем? Какие конференции, чему посвящены и по вашему профилю, либо вообще? Мы рассматриваем в основном конференции в рамках непрерывного медицинского образования. Как зарождается тема конференции? Это самое главное, самый главный вопрос, к которому мы думаем. Тема должна быть интересной, должна быть новой для специалистов, чтобы любой специалист, который приедет на конференцию, мог вынести что-то новое для себя, мог найти интересные материалы по данному вопросу. И ближайшая конференция, которая планируется, планируется на март месяц. Это будет конференция совместно с кафедрой в ТИЗИА-3. Большое значение сейчас имеет вне легочной формы туберкулеза. И, скорее всего, ближайшая конференция будет именно это. Да, это очень важная тема. У меня, так уж получилось, друг сустава потерял тазобедренный именно из-за того, что поздняя диагностика и, собственно говоря, инвалидность уже так уж получилось. Поэтому, да, это очень важная, очень интересная тема. Тем более, я даже общался с врачами-актезиатром и мне говорят, это очень актуально. К сожалению, но очень актуально. Большое спасибо, что к нам пришли. Желаю вам организовать очередную конференцию, которая будет высоко оценена и гостями, и вами всеми. В студии у нас были ректор Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки Александр Торба и студент университета Вартан Арушанян. Приходите к нам еще, было очень интересно, но уверен, что следующий разговор будет такой же интересный. Оставайтесь с нами в студии Вести плюс Луганск. Спасибо. В центре внимания.